Глупо я попался. Купился на заверение в дружбе? На дурацкую присказку о мушкетёрах? Ничего. Мы ещё поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошёл! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, всё может обернуться. Очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьёт ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр. Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло! Как всё закрутилось! Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Пошёл! Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнеть. И я тебе помогу. Но ведь с тобой кто? Мушкетёры! Один за всех и все за одного. А вот у товарища из Ордена, и с другой. Всё для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жит. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовимся. У нас сила! Счастье и процветание. Легче из земли. Несколько их задач. Комиссия во всем мире. Мы знаем, что он, как коммунист, может спасти славянство. Только он, один выживший, в ужасной мировой войне, которую расцветали и все реалисты. И метро жило бы при коммунисте уже сейчас. Здравия желаю, Торч Гиэл. Товарищ Морозов? Рад. Рад? Я думал, вы пропали с метких рамок. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, Рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже в мире? Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём. Доверенное лицо. Мельник. Они вместе нашли Д-6 и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть, что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. безусловие слуху. Котину! Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен некрестностей и сразу перейдём к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете всё, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетёры. Один за всех и все за... генеральный секретарь ЦК КПМ товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались наставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. На, ты, ты, это. Молчишь? Получай, тебе! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что, когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш, власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови и его до сих пор стоять! Стоять, я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция и вы все расскажете. Субтитры Девушки отдыхают Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют. Чем как папаша, родного брата. А вы... Вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Ну, удачи. Наконец-то. Садись, число. Говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава? А информацию? У меня есть способ. Лобовой удар не имеется. Сделать все без шанса. Вот если с поверхности, через церковь... Значит... Ну, готов. Р probим. Что? То есть...